РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ РОССИЙСКИ 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 для производства русской водки, да еще и с каким-нибудь экзотичным названием. Кремлевская на рогах, копытце Путина, Кабаево-вымя и прочие. Пусть пьет, россиянин, веселится, да царя хвалит. Лишь бы потом похмелье не замучило. Мои русские друзья, попробуйте сами мясо буйвола. Попробовав раз, вы не сможете оторваться. Санжиф Буруа, специально для центрального телевидения. Спасибо, Санжиф, приятного аппетита, обязательно попробуем. Чтобы понять страну, надо ехать в глубинку. А посему отправимся не в Москву или Санкт-Петербург, а в алмазную столицу великой необъятной, город Якутск. Жилье в Якутске – это обшарпанные панельки и частный сектор, деревянные бараки и избы, в которых живет полгорода. Трубы отопления идут поверху, в условиях зимы минус 50 по Цельсию, так экономичнее, а также красивее с точки зрения архитектуры и веселее в случае прорыва трубы. Джип, небрежно оставленный под трубой, бесплатно получает новую, невиданную до селе красоты, окраску – цвета кофе с молоком. В бараках нет канализации, однако ходить зимой по нужде на улицу чревато отмораживанием духовных скреп. Поэтому фекалии и помои выносят ведрами и выливают прямо у дома. Зима долгая, и к ее концу вокруг барака образуется слой обледенелого дерьма толщиной метр полтора. Даже из подъезда выйти можно только согнувшись в три погибели. Поверх замерзшего дерьма выкладены доски, чтобы не поскользнуться и не принять грязевую ванну. Кстати, в Якутии 25% в мировой добыче алмазов, а также будет газопровод «Сила Сибири». Для экспорта газа в Китай и Японию. Когда весной лед тает, общий вид, а также запах – потрясающий. Это действительно сила Сибири. На самом деле ничего страшного. Трущобы, утопающие в мусоре и собственных помоях – это не только Россия. Многие страны так живут. Например, Индия. Это быт жителей Бомбея, где тоже гордятся своей историей, культурой и ядерной бомбой. Кстати, не хуже жилищные условия и в соседнем городе с красноречивым названием «россияне». Однако в Якутске все ж обстановка ярче. Особенно дороги в центре населенного пункта. Между прочим, такие дороги – верный признак великой державы. Для сравнения – Хараре, столица Зимбабве. Ну, конечно, не весь Якутск живет в барагах. Есть и благоустроенные панельные дома. Они стоят на свая. В панельках – канализация. Но произвести урошение прилегающей территории можно по старинке. Дворы благоустроены. У кого машины подороже, имеют особые права. Черный лексус, как правило, праворульный – признак элиты. Вездесущий народ России, но до нигерийцев ему все равно далеко. В этой африканской стране намертво прижилась традиция публично ходить по большой нужде на улице, в том числе коллективно. По оценке ООН, в Нигерии из 170 миллионов жителей более 100 живут в домах без канализации. В том числе 70 миллионов имеют туалеты типа сортир. А 34 миллиона никаких туалетов вообще не имеют и просто справляют нужду на улице. Ну а поскольку 34 миллиона человек не в состоянии построить даже скворечник с выгребной ямой, сама Нигерия выглядит так. Это город Лагос, столица Нигерии, частный сектор. Правда, Якутск выглядит ненамного краше. Очевидно, что Якутск со своими запасами алмазов должен быть лучше Лагоса, хотя в Нигерии, конечно, теплее. Однако в Якутии гораздо богаче природа. К ней относятся очень бережно. Во время зимней рыбалки на реке Лена рыбаки старательно поддерживают привычные условия чистоты. Ведь рыбалка – элемент культуры, любимая форма отдыха местных жителей. Это место, где люди чувствуют себя максимально комфортно. Это помойка. А где ее нет, надо создать. Что здесь не хватает для полноты картины, так это публичной дефекации. Но какая-то невидимая сила удерживает местных жителей от этого занятия. Вероятно, духовность, которая только в России и осталась. 86% россиян одобряют агрессивную политику Владимира Путина. Это 20-я городская больница Красноярска с прилегающим к ней храмом святого великомученика и целителя Пантелеймона. Детское соматическое отделение. Трехмесячному ребенку принесли лекарство в пробирке, а чтобы лучше усваивалось, добавили двух в меру упитанных тараканов. Мама подняла шум и выложила видео на Ютьюбе. В больницу приехали журналисты, но заместитель главного врача дала аргументированные объяснения. Пациентка сама виновата. Ей принесли лекарство, ребенок спал. Она не стала будить. Хотела дать, когда проснется. За это время тараканы, которыми палата кишит, залезли в пробирку. Это реалии российской больницы. Попал в белые рученьки, не щелкай за бралом. Принесли лекарство или еду. Ешь сразу, пока ее не заметили местные, более проворные обитатели. Палата в детском отделении больницы имени Берзона. Иосиф Семенович, имя которого присвоили этому учреждению, доживи он до дней Крым-наша, был бы безмерно счастлив. Официально лечебное заведение называется КГБУС, Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения. А в нем экономия на всем, включая лекарства и расходные материалы. И беспричинное, безграничное хамство персонала. Все для людей, полный КГБУС. Из Красноярского края отправляемся чуть южнее в край Алтайский. Второй по размеру город региона – Бийск, научный и промышленный центр. А в больницах все та же картина. Полный нам крыш, полчища тараканов и естественная для духовно богатой России хамовитость персонала. Молодая мама, попавшая в инфекционное отделение с 9-месячным ребенком, запомнила этот день на всю жизнь. Грибок, плесень, всеядная ползающая живность, осыпающаяся штукатурка – Это реалии российской больницы в городе с 200-тысячным населением на 3 июня 2014 года. А это – декабрь того же года. Луганская область. На видео в составе техники ЛНР были запечатлены бронеавтомобиль КАМАЗ-43-269 «Выстрел». Новая машина выпускается и состоит на вооружении только в РФ. Цена одного автомобиля – 27 миллионов рублей. 12 февраля 2015 года. Чернухину, район Дебальцево, Донецкая область. Колона бронетехники разбита украинской артиллерией. На переднем плане два уничтоженных автомобиля «Выстрел». 54 миллиона рублей на войну в Донбассе – не жалко. Ну ничего, на Красноярске и Бийске сэкономим. Те, кто лежат там в городских больницах, в обшарпанных палатах, подгоняя тараканов, они поймут. Отправимся ближе к украинской границе, в город Ростов-на-Дону. Тоже больница номер 20. Отделение патологии беременности. Душ облюбовал исконно русский грибок, наполненный духовностью, а поэтому не представляющий опасности тем 86%, кто поддерживает Владимира Ясное Солнышко. Напоминаем, это не концлагерь и не фильм ужасов. Это душевая для беременных женщин на сохранении. Потом они родят, если родят, и их дети на выстрелах поедут агитировать соседей за русский мир. Немного о самом лечении в 20-й городской клинической больнице Ростова. Значит так. Душ – сплошной грибок. Есть ничего нельзя. Все привозит муж. По Кесареву. Шовный материал за свой счет 5300 рублей. Плюс 3000 – анестезиологу на карман. 1000 – медсестре. 15000 – врачу Маркиной. За эти деньги кое-как делают Кесареву. Рассекают новорожденному висок и забывают в коридоре до вечера. Особо порадовало, что в роддоме в миллионном городе нет 5300 рублей на шовный материал. Дорого. Все на спасение русскоговорящих снегирей и распятых младенцев. А это 22 января 2015 года. Город Макеевка, Донецкая область. По городу едет ракетная установка «Смерч сил ДНР-ЛНР». Цена такой машины – 12 миллионов долларов. Производится она в России. Один залп – около 2 миллионов рублей. А вот и залп – Краматорск, 10 февраля 2015 года. В тот день город, штаб АТО и близлежащие кварталы обстреляли ракетами «Смерч». Было два залпа, то есть 4 миллиона рублей. Ракеты были российского производства. Потом в Киев поехали на выставку трофеев. Таким образом, несколько миллионов на бомбежку Краматорска нашлись. 5300 рублей на шовный материал в городской клинической больнице Ростова-на-Дону нет. Правильно ли это? Правильно! В стране смеющихся Искандеров внешняя политика важнее внутренней. А это уже февраль 2015 года. Город Красный Сулин, Ростовская область, районная детская больница. Плакат в холле больницы напоминает о том, как государству заботится о будущем. Все лучшее детям. Но нескольких плакатов не хватает. С лозунгами «Грязь – это чистота», «Разруха – это комфорт», «Тараканы – наши братья». Красный Сулин – один из центров Донского казачества. Казаки, как известно, оплот русского мира. Однако, как так получается, что они сами живут как свиньи, судя по больницам для их детей? Все просто. Казаки очень заняты. Им не до этого. Они борются с хунтой в соседней Украине. Но что мы все по югу да по югу, Россеюшки. Давайте отправимся в культурную столицу, из которой вышел сам его сиятельство, великий кормчий земелесконных. Санкт-Петербург славится своей Боткинской инфекционной больницей. Ее посетить, и можно понять, что в Красноярсках, Бийсках, Ростовах и Красных Сулинах – рай на земле. Давайте зайдем вовнутрь Боткинской больницы по состоянию на 2014 год. Туалетов в общепринятом смысле тут нет. Есть горшочная. Это особый туалет на несколько десятков человек. У каждого свой горшок с номером. Выливать содержимое в унитаз запрещено. Закрываешь крышкой и оставляешь на полу. Все эти горшки заполнены говном. Если надо еще сходить, находишь свой горшок и добавляешь. Из воспоминаний пациента, который попал в Боткинскую в 2014 году с кишечной палочкой. Очень неловкий момент, когда в маленькой комнатке сразу несколько человек дрыщут в горшочке, сидя рядышком друг с другом. Благо, если твой содрестун не окажется бомжом. Раз в сутки приходит медсестра и зимает содержимое. Пустой горшок ставится на полку. Пациент содрестун должен уметь отличить горшок на полу от горшка на полке, а также свой горшок от чужого. Кстати, горшок с номером пациенту в Боткинской больнице предоставляется за счет государства и совершенно бесплатно. В отличие от Америки, в США в обычной инфекционной больнице один туалет на 50 человек, а горшок стоит 500 долларов с ручкой внутри или 750 долларов с нормальной ручкой. Афроамериканцам нормальные горшки не выдаются. Что со всем этим делать? Предлагаем дальше орать Крым наш, Киеве хунта, бандеровцы жгут города Донбасса, а на каждом номерном горшке так и написать «Мы русские, с нами Бог». Это домик министра обороны России Сергея Кужугетовича Оглушойгу. Расположен он в элитном подмосковном районе, именуемом Рублевкой. Его стоимость всего-то 18 миллионов долларов, а в рублях, постоянно крепчающих, чуть больше миллиарда. О таких деньгах жители села Францево, что в Томской области, даже не слыхали. Нищета, в которой обитают сибиряки, не позволяет одновременно Путина славить, да у шойгинских хоромах размышлять. Пока за лекарствами в райцентр едешь 35 километров на такой вот высокотехнологичной дрезине, то думаешь только о красоте и величии матушки России. Правда, с недавних пор этого удовольствия местные чиновники жителей Францево лишили дрезину на металлолом, а рельсы разобрали. Единственный движимый транспорт, способный рассекать по местному автобану, трактор, который в скорости ничуть не уступает квадроциклу робота-аватара. А пока трактор едет, местные жители в кузове гордостью переполняются. Деды ведь не зря воевали, и ленточка на видном месте всегда напомнит о том, что светлое будущее не за горами и точно не за кремлевскими стенами. Счастье оно вот в земельке исконно русской, в грязище сочной, да людях, которым бедность только в радость. А война, как говорил один пиндосовский писатель, это мир. Главное Крым, и с недавних пор Сирия наш. Супостату виноземных бомбят самолеты православные, террористы духовных скреп отхватывают с лихвою, а народы, освобожденные от ига вражеского, славят Путина ясно-солнышко. Задумал супостат заморский подорвать крепость духовных скреп, да цены на продукты поднять. Договорился Обама, нехрест чужеземная, с дальнобойщиками засланными устроить лихо великое. Но раскрыли планы коварные мудрецы, средь которых мудрейший депутат неподкупный Евгений Федоров. Углядел славный молодец в протестах дальнобойщиков в происке пятой колонны. В это вкладываются гигантские деньги. То есть теперь уже дальнобойщики в стороне, это как на Майдане, в киевском студенты, которые вроде бы начали Майдан, а потом их вдруг заменили боевики с оружием в руках. Помните, как была эта история? Здесь будет тот такой же динамика событий. Поэтому я прошу национально-освободительное движение по всем регионам. А согласно американским данным, в 60 регионах действуют вот эти попытки поднять протесты среди дальнобойщиков, направленные против главы государства, подчеркиваю, а не против пятой колонны. Потому что понятно, что надо помогать главе государству подавить саботажников из пятой колонны. Дагестанский дальнобойщик, очень хитрый агент госдеповский, угрожает дорожным коллапсом в Москве-матери городов Ордынских. Но не сбыться планом Обаминым. Петицию ему написал народ россиянский, мол, обеспокоены граждане России, требуют прекратить протест дальнобойщиков. Слово молвят к вражине подлой. Дорогой президент, в последнее время в России новые дальнемагистральные грузовые трассы несут катастрофические потери, угрожая бизнесу. Мы просим вас, чтобы повлиять на американских агентов в российском правительстве, чтобы отменить эту пошлину. Благо, хоть федеральные средства дезинформации агентами госдепа не захвачены, посему не освещают протест дальнобойщиков. Сегодня сразу в нескольких российских регионах бастовали дальнобойщики. Недовольны они сборами за проезд по федеральным трассам. Их вводят для большегрузных машин в качестве компенсации за тот вред, что они наносят дорожному покрытию, что не подвергается сомнению. Кстати, решение обведения платы для 12-тонных машин было принято еще 4 года назад, так что власти сегодняшнюю акцию иначе как шантажом не называют. Причем тариф решили еще и поднимать поэтапно. С 15 ноября он составит 1 рубль 53 копейки. С 1 марта 3 рубля 6 копеек. В итоге Росавтодор прогнозирует поступление 50 миллиардов рублей в год. В перспективе сборы могут распространиться и на дороге регионального значения. Ротенберги сыны РФ и верные. Поднять с колен пытаются матушку, хоть паспорта имеют финские. Так что автомайданить не получится у бездельников. И без них обойдется Россиюшка. А коль шум поднимать попытаются, то на них автоматы найдутся. Или Рамзанова личная армия защитит от Обамы проклятого. Я бы хотел адресовать вам симпатии нашего народа лично. Мы болели за вас. И молились за вас. И связываем с вами большие надежды. Пока загнивающая гейропа и злобные пиндосы в бирюльке играются, готовясь добывать энергию из плазмы и совершать полеты на Марс, духовно-скрепная Россиюшка разрабатывает способы перемещения человеку в пространстве. Нет, не с помощью бойцов ОМОНа или, упаси Боже, на произведениях автоваза, а посредством телепортера. В России через 20 лет должна появиться телепортация. Это часть проекта дорожной карты развития нашей страны. Программу подготовили в агентстве стратегических инициатив по поручению президента. В правительстве вовсю обсуждается программа «Национальная технологическая инициатива». Согласно ей, к 2035 году на просторах священной державы могут появиться дивные плоды импортозамещения. По запросу Солнцеликого до 2025 года развернут единую сеть центров защиты от киберугроз гражданского назначения и даже разработают отечественный компилируемый язык для безопасного и эффективного параллельного программирования. Причем последнее – не самый главный прорыв в судьбинушке обитателей Великой Необъятной. К 2035 году авторы программы прогнозируют внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации и использование природоподобных явлений для передачи информации. Общий бюджет безопасной сети, подготовленной в рамках программы НТИ, составляет 10,8 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов должны поступить из федерального бюджета. На телепортацию следует полагать, заготовлено еще несколько десятков миллиардов из тех пресловутых денег, которых нет. Уже через 20 лет Россия будет в реальной жизни использовать технологии телепортации. Но не только их. Есть еще много проектов, которые только выглядят фантастическими, но на них уже выделены миллиарды. Однако трату государственных накоплений считает нецелесообразной соучредитель консорциума «Город Матрица» с Институтом национальной безопасности в Москве по строительству казачьих станиц нового типа на прорывных информационно-волновых технологиях квантового скачка Ирина Цезарь. Меня зовут Ирина Алексеевна Духарина, доктор философских наук, соучредитель консорциума «Город Матрица» с Институтом национальной безопасности в Москве по строительству казачьих станиц нового типа на прорывных информационно-волновых технологиях квантового скачка. Полковник Иркутской международной казачьей походной и воинской общины, атаман посольской казачьей станицы в США. По ее мнению, русские воплощенные боги Саки уже давно оседлали квантовый волновой луч и обладают техникой телепортации. Наши предки были скифы, которые называли себя Саки. И казаки в древности назывались Ас-Саки, то есть воины Азы, Ас-Саки. Вот первые буквы русского алфавита Ас, воплощенный бог. Эти технологии дают неограниченный доступ к энергии, к ресурсам, к пищу через процесс трансмутации квантового вакуума. Сейчас произошел поворот, и вот эти технологии, это русские прорывные информационно-волновые технологии, они могут остановить этот процесс реально. И двигать, то есть казаки могут взять эти технологии вот как себя. Здесь как бы, это наши казачьи технологии, то есть как бы мы как можем реально делать. Это просто поразительно. Я страдала остеоханстрозом. В результате лечения, то есть лечения в этом центре, у меня произошла телепортация масла. А богатство народное. Нечего по ветру пускать. На смеющиеся Искандеры стополями еще сгодится. Так что Дворкович со своей национальной технологической инициативой пусть лесом пока идет. Или личинок говномушек разводит для кормления электората. Особая разновидность мух. Мясная, высококалорийная. Они у нас не только дольше живут, но и яйценоскость у них, извините, наиболее высокая. Высушенные личинки и незаменимая белковая пища для птиц и домашних животных. А инноваторы уже думают о перспективах. В дальнейшем, я думаю, это совершенно четко составит рацион питания людей. Это какой-то позор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok